всем привет меня зовут Юля вы на канале вязание сегодня у нас 7 июля и у меня уже есть готовая работа я уже это видео снимаю второй раз первый раз мне что-то не понравилось немного отвыкла давно с вами не общалась нужно наверное почаще снимать видео как вы на это смотрите пишите хотите ли вы чтобы каждый день выходило видео на моем канале ну и сегодня покажу вам свой основной процесс и также поделюсь планами какой новый проект я буду начинать если вам интересно оставайтесь со мной подписывайтесь на мой канал и мы будем с вами вязать легко и быстро итак дорогие друзья 7 число а у меня уже готовая работа кто узнал это летний топ для моей дианы вязала его из пряжи yarnart lily стопроцентный мерсеризованный хлопок 50 грамм весит вот эта бобиночка 225 метров имеет и это белый цвет больше из этой пряжи 2 сложения вязать категорически не буду и вам не советую эта пряжа идеально подходит для крючка но не для спицы 2 сложения нет это не моя история топ у меня связан кто меня вдохновил на такое изделие на такое решение конечно же вы мои любимые зрители благодаря вам я стою лучше благодаря вам я вижу что-то новое для себя мне написали что как-то все стандартно все классически хочется чего-то интересного поэтому я решила взять именно такой узор он получается таким дырчатым вот так вам видно предыдущем видео оставляла схему этого узора если вам интересно подсказка верхнем правом углу переходите смотрите делайте скриншот и бежите с удовольствием я решила продолжить просто резинка 4 на 2 4 лицевые 2 изнаночные тоже предыдущем видео вам говорила вот так выглядит моя горловина все аккуратно все хорошо у бабочки мне конечно нравится после стирки изделие выглядит намного лучше нежели до вто немного еще влажного топ но я думаю что скоро он высохнет стирала в машинке автомат деликатным на деликатном режиме 800 оборотов отжим но это еще не все смотрите какой у меня низ немного его приведу в порядок если у вас есть бахрома и вы не знаете как с ней справиться то вот такой расческой обычной у кого есть вам крупно повезло я решила вчера когда уже его связала но не тогда когда вязала уже после того как изделие было готово сделать бахрому зашла на пинтерест нашла похожие модели посмотреть как же это все таки будет выглядеть мне понравилось и я решила вот именно в те ряды где начинается сразу ажурный узор присоединить бахрому ничуть не пожалела интересно смотрится и вам рекомендую конечно вы можете это все сделайте более классически без вот таких висюлик но мне понравилось так я в восторге конечно у меня ушло на этот топ ровно два моточка то есть на именно на топ на бахрому я уже брала пряжу из нового мотка но это роли не играет если вы захотите связать топ на такой возраст то вам хватит двух моточков 100 грамм в нем не жарко потому что достаточно ажурный узор и комфортно ребенку что ничего нигде не просвечивается потому что уже такой возраст все открывать нельзя ну и скажу вам ширину и высоту этого топа так ширина получается полуобхват 26 сантиметров и высота без бахромы получается 36 сантиметров так пройму тоже вам скажу пройма у меня 16 сантиметров закрытие дело методом трех спиц достаточно аккуратно получилось я хотела бретели делать немного тоньше но когда я начала делать убавки убавки у меня идут до самого конца и мне хватило проймы я решила что достаточно принципе зачем делать сильно глубокий вырез или большую пройму незачем и в итоге у меня получилось вот такое замечательное изделие напоминаю что на моем канале будет видео описание чтобы не потерять мой канал пожалуйста подписывайтесь возле подписаться нажимайте на колокольчик вам тогда будут приходить уведомления о моих новых видео и может следующее видео это будет именно видео описание спинка такая же как и перед что можно носить как угодно вот так если вам нравится ставьте пальчики вверх мне будет очень и очень приятно ну что об этом с вами поговорили дальше я хочу продолжить свой рассказ о своем основном процессе посмотрите это мой реглан погон который я вижу для своей старшей дочки дианы снова же видео футболки скажу сразу процесс был перевязан по вашей просьбе да мне написали комментарий что снова протяжки сколько же можно я решила да все таки обещала что если захочу протяжек не будет все таки это свершилось перевязала уже предыдущий свой вариант перевязала наверно трижды если не больше честно скажу было массу ошибок таких элементарных я о них конечно расскажу но наверное все таки это действовала на меня жара была невнимательная сначала перевязала потому что были протяжки как вам видно они есть но они минимальные и это только потому что пряжа не пружинит если сделать вот так все отлично смотрите если так тоже протяжек нет но если вот так они есть ну это и понятно расскажу также как я делала прибавки чтобы сократить вот эту протяжку петли первый раз я связала погон потом распустила потому что мне написали протяжки распустила затем начала вязать смотрите здесь вот такой узорчик достаточно красивый обычный но все равно смотрится хорошо его взяла с головы в первом варианте я вязала когда убавки были с наклона вправо то есть выходили наружу а в этом варианте они идут во внутрь убавочки так мне понравилось больше так вязала вязала напутала с ростком как-то все у меня в обратную сторону пошло пришлось перевязывать распустила сегодня уже вчера начала вязать вторую линию прибавок там где мы делаем прибавки с внутренней стороны рукава скажем так я же почему-то вчера решила что нужно делать с обеих сторон прибавки с обеих сторон маркера почему я так решила я даже не знаю сегодня уже с утра вижу 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 думаю нужно дочку позвать примерить приходит дочка сделали примерку не понимаю почему много вот здесь петель почему много объема что-то не сходится думаю нужно распускать буду делать прибавки с обеих сторон уже в каждом третьем ряду потом думаю стоп что-то не так здесь же нужно делать прибавки только с одной стороны боже как я намучилась я даже не знаю это наверное мне не знаю какой-то ответ от погона за то что с первым погоном все было отлично я даже не знаю почему так наверное все-таки погода влияло на меня но сейчас все хорошо пока ждала что зарядится мой телефон немного провязала ну как вам видно сейчас все хорошо вот так выглядит мой рука это уже идет рука кто никогда не вязал погон рекомендую попробовать связать его если вы все-таки переживаете получится у вас или нет немного подождите у меня скоро на канале выйдет подробный мастер-класс по этому погону сначала выйдет мастер-класс по реглану снизу вверх а потом уже по погону мы с вами свяжем какой-то интересный узор также прислушалась к вашему мнению вы написали что лучше не пускать полностью по рукаву такой узор а взять отдельной полосой прислушалась сделала именно так как вы мне посоветовали ну и я принципе всем довольна все хорошо скажу сколько у меня вышла погона длина погона так как я вижу на возраст 10-11 лет так у меня всего 4 сантиметра получается да вот здесь хочу провязать 10 сантиметров этой линии 2 и потом буду примерять наверное третья линия у меня всего будет связано максимум два сантиметра не больше может даже полтора буду смотреть конечно все мастер-классе буду делать видео описание вам расскажу как что провязывала сколько чего набирала чтобы было вам доступно связать так кто не знает кто новенький на моем канале вижу из пряжи или за cotton gold вот таком виде это все находится некрасивым я понимаю но ничего поделать с этим не могу распускала вот это все я распускала это нужно ну это утром было связано еще но пришлось это все распустить вот дальше он меня будет трехцветным тоже говорила предыдущем видео вот таких цветах будет дальше идти ледяной цвет тоже лиза cotton gold и молочный цвет 01 этот цвет вам не помню но он идет на сайте магазине вязанка как ледяной вот эту пряжу я заказал магазине вязанка или за cotton gold у них потрясающая палитра очень классные расцветки этой пряжи то есть заходите выбирать если вам интересно ссылочка внизу в описании под видео так буду вязать он основной хочу его побыстрее закончить показать вам уже в готовых работах ну и хочу и хочу поделиться своими планами у меня есть пряжа замечательная многими любимая эта пряжа газа organic baby cotton имею целую упаковку заказывала тоже магазине вязанка ссылочка внизу если что это стопроцентный органический хлопок есть не ошибаюсь это даже не знаю какой этот цвет серьезно думал изумрудный но изумрудный немного другой но очень красивый такой холодный зеленый цвет супер заказывала для того чтобы связать кардиган для дианы но что-то не получилось я остыла к этому процессу и распустила уже было связано немало но все мне что-то не понравилось начали писать что это не детский цвет не подходит для вязания детям я с одной стороны была не согласна потом знаете когда пишут пишут вроде бы думаешь зачем можно связать что-то себе а ребенку потом из другой пряжи чтобы и вам нравилось моточек весит 50 грамм имеет 115 метров так цвет 427 вот если вам интересно ну и что я хочу связать я хочу связать круглую кокетку и снять подробный мастер-класс она будет лаконичная сдержанная вдохновилась на пинтерест и захотелось связать что-то похожее думаю что вы свяжете вместе со мной кто не вязал круглые кокетки рекомендую связать ее по моему мастер-классу и вас не возникнет никаких вопросов все будет связано по фигуре так как нужно вам так хочу начать вязать сегодня вечером чтобы по ходу дела снимать и мастер-класс возможно завтра утром но мастер-класс будет подробный может это будет джемпер может это будет футболка посмотрю по своему ощущению рассказала вам о своих планах показала готовую работу думаю вам готовая работа понравилась и вы свяжете для себя или для своих девочек что-то подобное желаю вам хорошего настроения помните что вас люблю ценю ставьте лайк подписывайтесь на мой канал возле подписаться нажимайте на колокольчик чтобы вам приходили уведомления о моих новых видео и всем пока пока